Всем привет! Это Олег, город-герой Севастополь. Мы находимся на Северный, Нахимовский район. Это у нас Осипенко. Вот буквально вот здесь начинается Осипенко. Это клеверное поле. Здесь у нас с Настей куплен участок. Здесь мы будем жить. Видите, дожди пошли, жижица такая. На самом деле это актуально, где есть дороги, где нет. К себе пока дороги не ждем, естественно, потому что много что не достроено. Но вот туда через пару-тройку улиц, ну здесь буквально начинается уже полешка, хотя все это вместе Орловка. Представьте, еще Вязовая сюда входит. Туда дальше у нас идет полешка, через 2-3 улицы мы живем. Тут я хочу похвалиться, посмотрите. Вот это у нас, ребята, переулок. Это переулок, реально! Это село Полюшка, это село! Здесь население, я не знаю, ну может тысяча или сколько-то, ну ладно, курортный. Смотрите, даже знаки есть эвакуатора. Я не знаю, вот переулок сделали вообще, смотрите, как шикарно. А прикол в том, что там 2 старых улицы, на одной из которых я живу, там крымские татары, когда приехали, первых заселили, их почему-то не делают и не вносят даже в планы. Я не знаю, почему, может, кто знает, ребят из местных, напишите причины, почему 2 самых старых улиц, которые были заселены здесь, по приезду крымских татар, их почему-то даже в план не вносят нифига. Хотя они, я знаю, сходили на выборы, проголосовали, все явку организовали, все сделали. В общем-то, молодцы, стараются, ведут общественную жизнь. Там организовали детскую площадку, сейчас проедем, там, ну, там, своими силами. А рядом еще делают и муниципалитет. Ну, давайте, ладно, это дело второе. Давай проедемся, покажу, как делают в селах переулки. Это вообще, конечно, жизнь, я даже в городах не видел, чтобы вот прям так. Здесь еще пока еще этих, перил нету. Дальше там с перилами будет вообще, прям, не знаю, за границей какая. Ладно, ребят, погнали, прокатимся. Так, ну, поехали. Кстати, хочу, ребят, к жителям. Полюшка, смотрите, хороший бордюр из дерева. Вы хотя бы напротив своего дома чистите иногда. Здесь нет дворников у нас. Ну, смотрите, домов даже нет, а тут асфальт сделан. Никто не живет, там вот выше живет. Здесь не все заселено, на самом деле, но сделана дорога. Сделано. Сделано. Вот здесь вот, по-моему, не сделана дорога. Она тоже более позднее была заселена. Да, вот. Не сделана дорога. Она у нас, по-моему, тупиковая, там нас. Нет, не тупикую. Ну, не суть, важно. Эта дорога не сделана. Он здесь в планах. Просто там вот, где я живу, там, где улицы, просто, они такие загруженные. Просто они перегружены. И даже в план не хотят вносить. Вот, смотрите, у нас с бордюрами пошла. С лежачими полицейскими, вы прикиньте. Какими бордюрами? А, с этими, как, с оградой. Вот, смотрите, это вот. Организовали площадку, но больше своими силами. Полицейский. Блядьте, полицейский лежачий. Но, тем не менее, смотрите, тротуары сделали. О, ливневка. Видите, тротуары сделали, а молодежь как ходит. А для вас сделали переходы в тротуары, блин. Да, по-прежнему обращаю внимание, что по привычке все ходят, короче, по дороге. И главное, вот, я не знаю, как учили, там, при Украине так учили, что ли, что люди почему-то идут вот с твоей стороны спиной и в наушниках. Навстречу должны идти. Я помню, нам в школе вдалбливали. Вот здесь, обратите внимание, здесь у нас очень большой строительный магазин. И здесь просто огромное количество машин сюда есть. Крутой магазин, кстати, рекомендую, Смаил. Вообще, реально, там цены нормальные. Но здесь такая жижа становится. По щиколотку в глине. У нас же и глина, представляете? Вот улица очень жима. Ну, сами видите, тут грузовики ходят. Много машин на подгрузку, разгрузку приходят. Это все жижа. Я не знаю, кто-то принципиально это, что ли, не делает. Потому что грязь страшная. Вот это не могу понять. Народ, кто знает, отпишитесь, короче. Очень интересно. Свет сделали нам. Видите, светодиодные эти фонарики поставили. Ну, ливневки, ребят, ливневки. Вот смотрите, обратите внимание. Делают. Детям бетонную площадку. Конечно, у них была земляная футбол играть. Я надеюсь, нагариваю. Ну, а много пацанов гоняют на скейтах. Они гоняют прямо там, прям по дороге, по проезжей части. Но не совсем хорошо. Здесь местечко им будет прикольно. Здесь я живу. Там вот выше улица Сумская. Здесь такой взъем сделали, как дорогу сделали. Я, короче, я защитой цеплял днищем всегда. Здесь невозможно было заезжать. То есть, эту сделали, вкопали и все. И, собственно говоря, а про это забили. Не, ну здесь хотя бы щебеночкой отсыпали. Но вы увидели, как так с колясками тут люди ходят. Прямо преодоление полосы и препятствий. Ну и Настя у меня теперь на каблуках не ходит на самом деле. В машину загрузили каблуки. Если куда надо ехать, там уже обуваться приходится, собственно говоря. Вот. Еще мне приколол. Чуть не посередине, да, поставили эти... Ой, сорян. Эту ограду поставили. Прямо чуть не посередине тротуара. И не до конца. Вот как-то чуть прошел. Ну, много недочетов нет. Ну, придираться не стоит. У меня, конечно, может кто знает, скажет, почему проблема, что Сульску и соседние улицы не делают. А так, в целом, ребят, круто. Круто! Денег вбухали в этот переулок, мама дорогая. Ну, приятно. Приятно. Ну что, ребят. За Сим откланиваюсь. Мы собираемся на рыбалку. У нас ветра. Сегодня пятница у нас. Какое? Что и ноября. Ну, вроде на выходные погодка у нас отлаживается. И мы собираемся на рыбалку. Возможно, без Насти приболела Настя. Не короной. Просто приболела. И, смотрите, обратите внимание, спиной идет. Вот как в школе учат. Нас вдалбит. Нас в детском садике заставляли ходить по правилам. Машина, пешеходный переход учили. Вот идет пожилой человек, понимает, как надо идти. Надо идти на встречи, чтобы видеть. А молодежь не знаю, как так. На самом деле, уважаемые жители Орловки, пожалуйста, передвигайтесь правильно. Потому что вы идете иногда спиной, особенно молодые в наушниках. И прямо вот еду, и смотришь, и прямо спиной к нам выскакивает. В общем, мы собираемся на рыбалку. Погнали за снастями, за крючками, за... Ну, много чем. Короче, нам надо снасток навязать. У нас все закончились. Друзья подкупили у нас. Настя хороший, уловистый ловит. То есть мы в рыболовный... Мы в рыболовный магазин погнали. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok